Музыка Мы тут не раз ходили, но каждый раз стараюсь новую тему. Например, такую. Хожу я по рынку, никому не мешаю по своим делам. Меня отвлекает Константинович. Привет! Садовод из Черемушек. Он же сосед нашего уважаемого, незабедного Боднара Борисовича. Меня зовут Дмитрий Константинович. И что я вижу? Он продает зеленые бандюрские орехи, покрытые зеленью. Сейчас бы мне найти. Я сейчас пять штук поднял и унес на тот участок. И теперь раз похватился, а тут хоть один-то остался, чтобы был предметный разговор всю минуту. Я же эксплан там все делаю. Господи, хоть бы одну найти сейчас. Это так важно. Когда держишь в руках хорошую вещь. Потом их будет много. Вон они прошлогодние лежат, смотрите. Видите, вот они прошлогодние. Вот, а нам нужно зеленую. Как бы хорошо держал в руках зеленый орех. Нашел. Вот он. Но, возможно, вот этот орех один из первых. Где-то даже бракованный. Те пять, что я поднял, они были прекрасного зеленого цвета. Так, ну-ка, мне тут лен. Это уже груша. Груша. Паданка. Нет, не нашел. Ну, в принципе, они вот такие вот. Только это сильно бледно выглядит. Сейчас. Ага. Получше нашел. Сейчас у соседа свесил. Вот, каждый год 10-15 лет собирает. Не обеднеется. Вот он, уже лучше выглядит. Короче, вот эта кожура. Вот она. Вот. Якобы. А, он мне рассказывает. Я говорю, вот вы торгуете, да? У него в чашечке лежит 105, по 100 рублей. А мне-то в голову такое не приходило. Ну, ладно, на семена я продавал. А тут, я говорю, зачем? А кто купит? Почему? А я, говорит, на себе испытал. Делаю настойку. Вот это зеленое, которое покрывает орех. Чуть-чуть недозревший. И спирт или водка. Настойка. Мажу ноги. Боль, как рукой снимает. Ну, ребята, за что купил, за то продал. Сейчас с нетерпением жду, когда они посыпятся. Тут их великое множество. Вот. Сейчас они посыпятся. Вот. И все. Я буду делать настойку. Я буду проверять на себе. Вот. Теоретически, может быть, падают они все зеленые. Больше для вас бы собрал. Может быть. Но, в таких случаях, когда я так красиво рассказываю. Особенно там про онкологию. Вы знаете, рассказал о связи о онкологии с этим, с маньчжурскими орехами. Ну, думаю, все, завалят заказами. Никто не чихнул. Вот. Это при том, что в море литературы везде доказывается прямая связь. К тому же, у маньчжурских орехов нет синийной кислоты практически. Которые боятся отравиться. Так. Ну, что. Куда еще? Где мы еще не были? Где мы еще не были? А! Вот этот вот черный абрикос. Вот. Я показывал вот те разы на том дереве. И визуально угощал вас. Вернее, виртуально. А это... А, нет. А, нет. Вот. Вот. Это второе дерево. Это второе дерево. Здесь была прививка в крону абрикоса королевского. Вот оно. Смотрите. Что я скажу? Сало как сало. В общем, действительно непонятный вкус. И не абрикосовый, и не сливовый. До любителя. Ну, сколько я собрал. Тут много гостей. Все набивали карманы. Ну, полсотни косточек как-то спас. На десять уже есть живающие, уже оплачен. В том числе. Вот. Еще походим. Давайте еще походим. Черешья Боднера. Что-то из нее вырастет. Здесь было два мощных побега. Один замерз, второй нет. Значит, имеет право на жизнь. Потому что две зимы пережил, а предпоследие была 40 градусов. Вот. Здорово, сосед. Здорово, сосед. Я тут кино снимаю. Здорово. Здорово. А у вас там что вкусненькое? Да. Что вкусненькое у вас? Дива. А, так это же... Погодите. Китайка или сувенир Востока? Да. Вам откуда знать? Да, да, да. Можете мне показать одну штучку? Подержать в руках? Отсюда и похоже сильно на это, на сувенир Востока. А мы с предыдущим соседом вашим дружили. Ох, дожил, меня угощает. Не я, а меня. Дайте я посмотрю. Вот. Уже и зрение не то. Где ваша рука? Ага. Еще одну. Ага. Поздравляю. Правда, в этом году измельчавший. Вы хоть раз полили это дерево? Конечно, не. Поливали? Нет. Ага. Все, все ясно. Поэтому они мелкие в три раза мельче. Нет, они просто... Они такие... Они чуть-чуть больше были. Они больше не были. А еще от урожая зависит. Вы видели предельный урожай? Не знаю. Ну ладно. Извините, побеспокоил. Но у вас настоящий сувенир Востока. Я вас поздравляю. А? Настоящий сувенир Востока. Сувенир Востока? Это китайская слива. Хотите, я вам покажу? Вот тоже сувенир Востока. Вот. Видите, крупнее, чем у него. Но это ни о чем не говорит. Это дерево ни разу не полито. Вот. Ни разу. А сейчас начал накрапывать дождь. Тот самый долгожданный. Мы уже сказали, будет сильный дождь. Мы уже ждем. Сто вторым... Так это поплакали друг другу. Чуть не рыдали себе друг другу в жилетку по очереди. Ой, что творится. Это... У него до воды так далеко. Он уже в отчаянии помпу купил. С висея качать. А колодезная вода это... Очень плохая вода. Очень. Поливаешь, ничего не растет, кроме травы. Вот. Ну что, длинные фирмы считаются, плохо смотрят, не досматривают. Что тут у меня? Очередная ветка упала. Так, нет, надо закругляться. Вот она. Ну ладно. Все, дальше не пойду. Вот. Здесь частично были собраны жардели. Частично. Это уже Сергей собирает для питомника. Вот. Еще и гляну, упали или нет. Эх, упали, конечно. Хотел показать плоды, новый сорт, но не успел. Ладно. Так. Ну еще раз. Амур. В этом году такой мелкий, что стыдно походить к нему. Полюбуйтесь. Но у него есть одна особенность, он все-таки попозже других. Попозже, видите. Ну немножко тень помогает задержать созревание. Чистейший амур. Это мое. Это уже по счету второе дерево. С первого перенес на второе. Вот это. А до этого оно росло в поселке Означенном. Нет, в поселке Геологов. Я его там обнаружил. Вот оно, видите. Мне всегда нравится. Видите, косточка падает. Смотрите. Вот оно. А вкус кашляцию удивил. Она почему-то, скажем, годом когда-то была твердая и кислотая. С годами стало чисто десертно. Чисто. Так, ну все. Надо уходить. Я буквально топчу здесь все. Выбираться надо. Вчера на ваших глазах, а кто видел предыдущий фильм? Здесь моя фотомодель Даша. И я с ней не договаривался. Она в отчаянии взяла метлу. И вот здесь вот собрала несколько ведер. А это было вчера. Смотрите, что сегодня. Видно было, что она метлой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова